Добрый день, Александр. Скажите, с какими мыслями вы ходили на матч против Вильяло? Добрый день. Первая, что мысль была, это что мы собрались. Как это не прискорбно, но суббота для нас день неполетный, если угодно. Но выходили с желанием побиться и по возможности заработать хотя бы одну очко. Потому что предыдущий матч с Вильяреалом закончился в ничью. Еще предпредыдущий в Евролиге тоже мы сыграли в ничью 1-1. До этого была их победа, еще до этого наша победа. В общем, та команда, с которой мы обычно обыдаемся. Но, к сожалению, борьбы не получилось. Получилось выйти, как оказалось, не готовыми. Что по составу, что функционально. И в результате это дало свои плоды. К сожалению, не в нашу пользу. Может быть, стоило бы применить какую-то другую тактику, чтобы не в этом было дело? Я думаю, что дело не в тактике. Дело скорее в подборе игроков. На какую-то оппозицию у нас пришло 2 человека, а на какую-то ноль. Поэтому пришлось залатывать дыры, можно так сказать. А решая вопросы как-нибудь, нельзя достигать оптимального результата. Для нас оптимальный результат был бы ничья, ну или, конечно, победа. Побеждать хочется всегда. Но получилось так, как получилось. Будет нам большим уроком и большим подспорьем для будущих побед. Я думаю, что, наверное, вот это поражение для нас самое тяжелое. Ну, как говорится, все, что нас не убивает, делает сильнее. Поэтому мы будем стараться и за счет вот этих вот моментов понимать, что нам нужно, куда двигаться и что делать на футбольном поле. Надеюсь, именно так и будет. И все эти желания воплотятся только в голы и в победы. Я тоже надеюсь. Спасибо большое за интервью. Спасибо. 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 Спасибо.